Каждые четыре часа Значит, это ты что? Ну, выдай тебе там слово, тогда ты поговоришь OG будка на сервере Шериф А, нужно быть полицией Ну хорошо, хорошо, хорошо Что, сегодня похождение снова с деглом или что будет? А чё я единственный мент, это не честно Я один-единственный мент на весь город Не считая суперсолдата и медика Мина, мина Тут человек с ножом Да, 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 да Нанесение ущерба здоровью И во правилам я сначала должен попытаться человека шокером хлопнуть А чё делать? И все берутся за стволы Как ты будешь шокером людей бегать останавливать? Ну это странно А счета же КХ не оплачивали ещё? Чё вы делаете? Алло, полиция Куда? Куда? Домой, Маник Домой, домой, давай Хищенин Хищенин Похуй, яд Блять У меня похищают Понятно Похуй, да? Боже, какой же конченный здесь шокер Это просто пиздец, ребят В упор в чела не могу попасть из шокера Настолько это конченное оружие А чё там за рубилово такое? Охуяся Не понял К стене Что? К стене Убрал оружие Сейчас Всё, остановлюсь, да Лицензия есть на ношение оружия? Уйди отсюда Уйди, не мешай Раз Уйди, не мешай Я только приехал в город Не было, когда я ходил туда Ну, понятно Его и сейчас нету Оружие без лицензии Да у меня я напал Напал Да Здорово Можешь ещё купить овнерку и продать за 100 ламов Я куплю у тебя её До 110 даже Не А? Не-не-не-не, не хочу Ну, давай А мне интересно Чё за челикс тут с оружкой бегал? Ты молчишь, может подальше всё-таки Ты не встаньте, пожалуйста, гражданский Ну, лечение легало Осматриваю вас Почему не дома во время камчаса? Ещё было, как бы, время И ты его отнимаешь у меня Я отнимаю, но вы ж просто бегаете здесь Что-что? Ну вы ж тут просто бегаете Вы не идёте домой Я написал тебе Я говорю, вы ж тут просто бегаете Вы не идёте домой И что? Ну, действительно, и что? Ну, слушай, аренда, это же какая-то дорогая Ну, это уже не мои проблемы вообще Не дома в качах Не, не, слушай, слушай, у меня было время, пока ты меня задержал Нет Время было у меня Ты мне разумно пользуешься Да, время было Изучай тайм-менеджмент Ты меня задержал 505 секунд Я тебя прямо сейчас задерживаю, а не тогда Я с тобой тогда просто беседовал Не, дома во время кача Чё, звонок будет от него, нет? В итоге, вместо звонков из разряда Ты мудак, за что ты меня посадил? Жди ЖБ на форум, тебе пизда Я получил нечто более интересное Об этом поподробнее в ролике Не буду спойлерить Блин, 30 хп мне неразумно будет на конфликты идти Но я всё-таки пойду, потому что Менедигл в руке, вот и всё Остальное вообще не волнует нисколько Опа, опа Понятненько А маньяк чё может носить-то? Ещё раз давайте-ка вспомним Просто, блин, серваков много, профессии тоже разные А первый класс, а какой класс у маньяка вообще? Так, ладно, маньяк Только первый класс Серьёзно У джибутку кто убил, сука? А нонерпэган мне как выдавать? Нонерпэ именно просто? Или чё? Или чё? На тебя жалоба, можешь прийти? Ты так х**ну с меня Давай, давай Слушай, у меня вопросик такой Как админ админу, ответь пож Я понял Как админ админу, ответь Нонерпэган вот у человека Мне как подписывать? Нонерпэ просто с самого пункта Ну у тебя что-то с микрофоном не так Ты признаёшь ферпэ? Ой, какой ферпэ? Извини Фриорест А почему фриорест-то? Ааа, хищен человек Давай, расскажи Смотри, получается Шла пятьсот пятая секунда Это, получается, две минуты ещё и закончились Как-то Ну, когда можно будет орать, будет орать людей И ты, получается, меня задержал И начал идти со мной диалог Моё время Чтобы я ушёл там, хотя бы Даже если у меня нет дома На вокзал И остался там И после чего, как бы, ты меня А ну-ка Скопал нарусники И я расставал Сол выбил Не мог Бан десятьми Нон-РП Для тебя Тин-36 А ты верил, что он за маленький был? Ну, он бежал сначала за человеком с ножом Может быть Под маскировкой Но он напал на человека с ножом просто в спину Когда по нему начали стрелять Он достал оружие И начал стрелять Да, понял Всё Так, в общем Ну, я начал с ним беседовать Потому что идёт Камчас Уже почти минута прошла Камчаса И он, ну, ничего не предпринимает Чтоб, там, домой пойти Купить дом Вот Там Жилплощадь какую-то снять Он мне потом говорит Типа, аренда дорогая А меня это как волнует Со мной никто не договориться Не пытался Ничего, он никуда не бежал Его вполне устраивал РП-процесс У меня вполне 30 секунд осталось где-то примерно Я мог ещё добежать до спавна До вокзала Вот так Ну, у тебя потом остановил бы какой-нибудь другой мент Похуже, чем я Какое время задержал? Огай 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 Ты не имеешь права арестовывать до 450 секунд Насколько он тебя арестовал? Я его арестовал, когда уже пошло там 450 и ниже То есть 448 и т.д. Ты его задержал сам? Ну, в смысле задержал сам Слушай, ну, как бы это моя работа Людей останавливать? Проверять на оружие Камчас Но я понимаю Ты проверил оружие Ты его должен отпустить Если Такая есть возможность Слушай, ну он сам на диалог идёт со мной В смысле я его задерживаю? Не А как он Вроде с тобой не дадил ловкость И ты ему приказал лицом Клинить, скорее всего Ну, так он дальше со мной стоит Разговаривает Рассказывает мне Какая аренда дорогая Там, то, что Рассказывает про время То, что вот у меня ещё есть время И так далее Я говорю, ну слушай Ты временем пользуешься неразумно Ты минуту целую просто стоял или же бегал по Вот этому коридорчику в гетто О чём речь? О ком времени может идти речь? И то, что я его пользовался как бы Ну а я у тебя как-то до времени Ты половину времени проебал самолично По своему желанию И что? Ну так и что? А я тут причём Если ты задержал ещё мои минуты Мои минуты? Ну мне хватило одной минуты, знаешь В чём проблема? Ты 50% времени дозволенного побегать по улице? Ты прошрапил бегая в гетто Почему бы нет? Ну почему бы нет? Да почему бы нет Мне с тобой не побеседовать о том Почему ты в Камчас не идёшь домой? Почему ты стоишь тут? Побеседовал бы и отпустил бы Понимая то, что ты задержал моё время В смысле побеседовал и отпустил? Ты сам со мной разговариваешь дальше? О чём речь? То есть ты со мной выходишь на диалог А потом мне предъявляешь, что я с тобой стою Разговариваю и занимаю твоё время Ты как? Нормальный? Я тебе объяснил ситуацию И ты потом уже что-то начал как бы Вот вы там не дома в каком час Надеваешь наручники и так далее И начинаешь арестовывать меня уже После чего как бы ты меня уже арестовал Ну смотри, я тебя арестовал в дозволенное мне время по правилам В чём проблема? 50% времени которого ты сам просадил А чё вердикт? А чё вердикт? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Бабки? Лучше себе купи за какую-нибудь игровую валюту мозги И курсы по тайм-менеджменту Чтоб потом не ныть Что ты проебал одну минуту сам А вторую минуту у тебя какой-то мент забрал Ты чё хочешь меня схрабить? Я не пойму Типа у меня мозгов мало Типа у меня мозгов нету Охуей, ты чё меня троллишь такой тупой жалобой пиздец Попрошай-ка блять Алё Так ладно, не закрывай шагу Всё, давай, не плачь больше Я не буду точно доказать, что при этой игре надо Давай, слёзы вытереть тебе, как с жалобы топимся Стерпел Всё, неделю этой Сука, ты минуту сам проебал, бегая туда-сюда Потом ты мне ещё предъявляешь, что я твое время тяну Ну ты как, адекватный, нет? Чё-то мне пиздит про то, куда мне деньги тратить Ебать, без сопливых разберусь А как это вообще получилось? Типа у меня два вопроса Нахуя, а главное зачем? На тебя жалоба Ну да, щас тэпнусь Чё теперь, вот мне интересно Так Чё опять? На тебя жалоба 1.19 1.19 1.19, а это что такое? 1.19 Это что такое? 1.192 дымка Я тебя не спрашивал Я с админом говорю Лично я, как администратора, я тебе говорю Незамечание делаю Это что? У тебя неразборчивый Блащат У меня как-то под одним из роликов Уважают тоже по одёжке Выбирают друзей по одёжке и так далее Я не осуждаю чё-то материальное положение И с другой стороны, мне вообще до него нет никакого дела Грубо говоря, мне просто похуй, сколько у человека денег, на что он их тратит Челик тупо взъелся из-за того, что первое, я отказался продавать ему привилегию за игровую валюту Второе, попустил его на его же жалобе И третье, появляется на фоне предыдущих двух, чем это не осуждение материального положения с его стороны А то есть ты не понимаешь, что я тебе говорю? Что ты мне говоришь? Ну, вот, видишь, ты ответил на мой вопрос Ты не понимаешь, что я тебе говорю? Или ты не слышишь меня? Не слышу, я не понимаю тебя Ты просто... А как ты тогда отвечаешь на вопросы, которые я тебе, ну, задаю? Как ты на это отвечаешь, что ты не понимаешь? Я просто разобрать говорю Сейчас пару сек Я тебе опять же говорю А чё, так нормально слышно, не? Более-менее не так-то Ну, вот, чуть получше Та жалоба прошла без особого дискомфорта, на самом деле У тебя какие-то комплексы, ты свой голос открываешь? А у тебя какие комплексы, раз ты решил о моих говорить? Ты пытаешься свои прикрыть этим? Не понимаю Ну, шо не понимаю? Ты к чему сейчас вот эти вбросы делаешь? Типа показаться смешным? Не понимаю тебя Блядь, еще бы попрошайка пытался показаться смешным Вот я бы вообще с этого охуел Кто-кто еще раз? А смысл тебе говорить кто-кто, если ты не понимаешь? Или ты опять вдруг слышать начал? Я тебя не понимаю опять Пиши в чат Да, пиздец Админ У нас же прошлая жалоба Получается Лютик, смотри Прошла без этого Без какого-то дискомфорта Я плохо понимаю Не говори мне поперек, пожалуйста Мне кажется жалоба это место, где обе стороны должны высказаться Ты вроде бы высказался О том, что тебя не устраивает О том, что я купил в отличие от тебя админку О том, что у меня микрофон хуёвый То, что ты не понимаешь, что я тебе говорю Но тем не менее, ты все-таки отвечаешь на мои вопросы А потом иногда делаешь вид, что тебе что-то непонятно Вот, видишь, ты даже услышал то, что я тебя попросил не перебивать О каком дискомфорте от моего микро может тогда идти речь? Сейчас он скажет, что не понимаю Половина из всего то, что ты сказал, я не понял Ну, я другого ответа от тебя не ожидал Ты сказал про лонерку, что-то ты про микро, что ли? Я сейчас разговариваю А я еще не все сказал Я не сказал, касаемо прошлой ситуации На прошлой жалобе меня админ нормально слышал и отвечал на мои вопросы В тот момент, когда я спрашивал, на НРП Ган как прописывать или же на НРП выдавать Что, я же еще не высказался, ты не слышал, что ли? В чем проблема? А ты закончил речь, он начал разговаривать Сфера лагает, не лагает? Не, он не лагает Вроде прекрасно, слыша, его плохо Есть, короче, ушные свечки, ты можешь попробовать в аптеке приобрести их Должно помочь Не понимаю Слушай, а он еще какую-то третью жалобу подаст? Я могу, в принципе, не уходить никуда, типа, подождать еще, если он опять плакать будет Возможно А что я ему сделал такого? Чем я его видел? Потому что ты его арестовал Ты его арестовал Ого Он тебя будет душить Я что-то пока охватки не чувствую, как меня душат Ебать Вот это он тебя будет душить Напугал ежа бритой пиздой К стене встаньте, пожалуйста, комендантский час идет Ага Это, извините, это мой сын, можно... Не-не-не-не-не-не-не-не, он находился не дома в кочер Вышли на улицу, гражданский Так я думаю, что это приехал Меня не волнует, когда вы приехали, куда вы приехали Это приказ прямой, который вы сейчас не слушаете На улицу На улицу раз На улицу два Товарищ полицейский, подожди, смотрите Не мешайте проходу, пожалуйста Проходу не мешайте Проходу не мешайте Мне вас не за что арестовывать, проходу не мешайте, пожалуйста Я прекрасно вас понимаю, но у вас дома сейчас, в вашем помещении, находится человек, который нарушил правила комендантского часа Освободите, пожалуйста, проход, иначе я посчитаю это за неподчинение госсотруднику Вы меня слышите, нет? Ну я говорю то, что... Выйди Простите его, пожалуйста, но... Не надо его арестовывать, но он ко мне вот домой пришел уже Не дома вкача Пожалуйста, впредь больше не пытайтесь укрыть преступников Понабирали, да Это мой сын был, ты что, издеваешься? А почему? Хорошо, слышишь? Хорошо, твой сын, давай поприкалываемся сейчас с тобой Ага, номер, короче, кадастрового учета, я сейчас посмотрю Кадастровый номер учета этой недвижимости и вписанные в нее жильцы Я сейчас возьму и проверю Не пытайся вносить сейчас никаких правок Он сюда не прописан Не прописан сюда? Значит, он тут не живет Это мой бизнес, это не мой дом, это мой бизнес Да, и ты к себе в бизнес прямо вот сюда, в предприятие, чела приютить решил Молодец Мне его в бизнес списывать, вы что издеваетесь? Да, я его за нелегало запишу тогда, в чем твоя проблема? Так что, говорите, можете отойти? Да, могу, конечно, всего доброго Куплю омнера навсегда Кари, это мой, это мой клан, если че, сейчас переимендуешь от жалоба Можешь меня туда добавить, пожалуйста Там мой друг Да, моя ты радость Все там, когда третью жалобу подаст, бог любит троицу там и все такое Что-то, блядь Что, дурак, нахуй, совсем? Окей А зачем меня убили? Когда киллер принимает, выполняет заказ, то в конце сам пишет в правом нижнем углу То, что заказ, например, у Владимира Вдову был выполнен В этот раз такой надписи не было И это убийство расценивается либо как фрикил, либо как ННРП Почему ННРП? Сейчас объясню На правилах Амбреллы запрещено мстить за арест или же за попытку ареста Это будет считаться ННРП Очевидно, что первый килл он сделал из-за мести Но прикол в том, что до ареста он был бандитом А после него стал наемником Думаю, я никого не удивлю этим, но все же скажу Когда ты берешь профессию, то в основном ты заново арестаешься на спавне И начинаешь, грубо говоря, новую жизнь А значит соблюдаешь НЛР Вдобавок к НЛРу этот челик еще пренебрег ННРП, а также фрикилом Итого, за один килл он умудрился нарушить сразу три правила Остается еще два до того, чтобы сделать рецидив Но и это еще не все Ведь все свои будущие заказы в скобочках попытки отомстить Он принимал не от рандомных людей, которым я как-либо насолил в РП игре А от своих дебилов знакомых По его же просьбе А, нет, не вышел, погоди А, он за администратора Все равно заказывай Закажи его А с кем он, интересно, говорит? Все равно закажи его А кто заказы раздает? ХИТС? Ага Вот эти два дурочка Ладно, пишу просто Спасибо Так, ну меня один заказал, второй Потом вот сейчас Пять заказал А давайте, знаете, как сделаем? Ну хорошо, хорошо Хорошо Типа я стану так же ментом Проходит буквально минута Я просто почекал, кто меня убил И снова на меня прилетает заказ И снова меня убивает один и тот же наемник Как неожиданно и приятно Наверное, не буду занимать ваше время этим идиотом Просто покажу ключевые моменты Где он неожиданно получал заказ На одного и того же человека А итог вот такой Кто, интересно, сейчас сделал? Великий эстач Ой, ну прикольно Ходит с оружием вообще А, почему с оружием-то? А, что? Потому что я в кето нахожусь Че, права не имею? Давай, куда? Да нет, не имеете Ты мне что-то угрозить хочешь или что? Я понял, почему ты клонишь Не, не имеешь права Не имею права, значит То есть ты свидетель того, что я хожу с оружием Я тебя правильно понимаю? Вот это я понимаю Окей, окей, окей Туда пройти? Хорошо, только не стреляй Блин, ребята Мне кажется, не получится вам показать Что было дальше Потому что он впоследствии Ливнул с сервака И у меня не получилось его забанить И я не могу выдать ему рецидив Потому что я всего лишь донатный админ А это может делать только наборный Предвижу волну недовольства в комментариях Мол, опять ты ничего с этим не сделал Чел откровенно нарушил кучу правил И так далее Да, ребят, я понимаю Но давайте посмотрим, что будет дальше Это не единственный интересный случай За весь ролик А чё звонил? Подерживёмся Меня заебал мэр Давай его свергнем Остановитесь 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 Сейчас, чё надо Сейчас, чё, остановимся Мне вон туда И вы Давай Оба, оба, оба А зачем? Вы мэра хотите свергнуть? Нет Ты хочешь сказать про компьютерную игру? Какую компьютерную игру? Эй Так, лицом к стене Все, все Давай, стреляй по ним Это антипичная Вечеринка Остановись Можешь ты не стрелять, пожалуйста Чел Хорошо, хорошо Неподчинение Дальше я натыкаюсь на главу бандитов Который убежал И он там был уже не один А со своей ебучей кодлой Которая меня отправляет на спавн А этот глава бандитов Сразу же получает Фиррер П Потому что там В центре города Он его нарушил Убежав от меня Когда я был с оружием в руках Оружие убери Так, лицом, лицом Убери оружие Убери оружие Убери Ты че, у меня хотел там арестовать Засвернусь мэра? Убрал оружие по-хорошему А то я убью сейчас Убрал оружие раз Убрал оружие два Все Ты че там Моего кента хотел арестовать? Кого? Именно Объясняйся Кого? Объясняйся Вон того в зеленом В зеленом В зеленом Да, я его впервые вижу Да, да, да Ты понимаешь Ты знаешь Наши мои планы Какие планы? Про компьютерную игру говоришь? Так, и че? Ну вы меня убить хотите Давайте убивайте Тогда Ну так, а че ты на время Ты, блядь Знаешь нашу криминальную А время тогда Зачем тянешь? Хочу увидеть твой глаз Так я в маске Ты че, ебрался? Изи нахуй Вот я МРП поломал Он тогда убежал И получил непочинение Считайте У меня было оружие Он не боялся У вас жалобы за ФиррРП плюс МНРП Я ФиррРП и МНРП нарушил Не там большое Смотри Наш человек утверждает Что они с другом были Глава бандитов и Громила Соответственно У Громила повышена ФиррРП И у главы бандитов Это я Громила бандитов Мой друг персональный бандит Мы шли к другому мандиту. Ты говорил, что ты про Громилу же. Так, а в чём дело? Громил — это друг, к которому я шёл. Ну смотри, он был, получается, он был главой бандитов с одним человеком из его света, из его темы. Получается, на уровне Ржгернаута, Суперсалпата. Небольшая поправка, админ тут уже первый раз прокалывается на незнании правил. Глава бандитов игнорит правила ФРРП до трёх человек, если рядом с ним один или два вооружённых человека из его банды. Тогда он шёл вдвоём со своим другом, и они не имели никакого оружия в руках. Но ему на это Рубинова поебать, ведь посмотрите, что он будет вытворять дальше. Ты, короче, берёшь... Ты... В общем, нарушение твоё то, что ты увидел, как они убегают и начал в них стрелять. Было такое? А, в смысле... Может быть, тебе полностью ситуацию рассказать? Нет, я просто хочу спросить, было такое или нет? А это мы уже разберём. Ну, может быть, ты меня послушаешь, я расскажу, а потом уже будем рассуждать, что было... Нет, может быть, ты на мои вопросы будешь отвечать? Так, я тебе и отвечу, просто ты мне тэпнул жалобы, что это что такое? Когда ты слушаешь человека, который подал жабы, не объясняется. Ну, жалобы, я просто... В смысле затягиваешь, ты... Ответь мне на вопрос, когда ты увидел, что... Ну да, я стрелять начал дальше. Это просто шиз, пиздец, ребят, я пытаюсь что-то сказать, он начинает быстро орать, типа, не перебивай меня, это нарушение правил, что за хуйня? Куда я попал? А, у тебя Нонтерпет, и... Если у тебя не было прямого правила жизни, ты не... Нет, ты же можешь меня послушать, нет? Могу. Ну, ты можешь меня не перебивать, первое предупреждение, тебе это 1.38. А в чём прикол? Я пытаюсь рассказать, ты не даёшь просто этого сделать. Я тебе хочу дать слово. Ну так всё, дал слово, спасибо, давай я поговорю. Ты сам затягиваешь жалобы тем, что меня перебиваешь. Так вот. Ну, когда я тебе дам слово, тогда ты поговоришь. Я тебе давал, уже пред, хватит меня перебивать. В чём проблема? Ладно, расскажи, как была ситуация. Я стою за стеной, слышу их разговор. Кто-то из них говорит о том, что... Вот, надо свергнуть мэра, пойдём. Ребята собираются, идут, я за ними проследил. Когда мы доходим до общественного места, то я начинаю ставить их лицом к стене, вот, и начинаю, как бы, опрашивать, типа, какое там свержение мэра и всё такое. Затем меня провоцирует какой-то, не знаю, дурачок, то ли он со стволом был, другой, кажется, просто с кулаками подбежал, ударил и убежал в освоязи. Я повернулся, может быть, там, на секунду-две. Эти же ребята, видя, что их ставит человек с оружием в руках, лицом к стене, они на это никак не реагируют и просто, считай, убегают. Вот. Какой мне смысл браться за тазер, если человек не боится оружия? Это первое. Если они планируют свергнуть мэра, значит, они вооружены. Это второе. И третье. Смысл браться за тазер и не открывать по ним огонь, если они идут в какое-то конкретное место, где они будут собираться свергать мэра сначала. Дальше он мне объясняет то, что люди, которые хотят свергнуть мэра, у которых по-любому есть оружие для этого, никакую прямую угрозу мне не представляют, когда я их пытаюсь за это задержать. А вот тут он уже пытается зацепиться за слова и увеличить мне срок бана, просто потому, что я ему не понравился. Вот. А еще, ты говоришь, ты их допрашивал, да? Ну, да. Я спросил, что за свержение мэра вы готовите. У тебя нон-РП. Если ты их допрашивал, прописано, получается, в правилах правительства один из первых пунктов, только ФБР и суперсолдат могут проводить допросы. Ты их, обычно, полицейский допрос никакой проводить не можешь. Нон-РП еще от тебя одно. Получается, я вижу тишение нон-РП. О, Х2. Теперь разберем ситуацию дальше. Говори, что было дальше после того, как... В чем прикол-то? Мне они на все лишь один вопрос ответили. Это формально и недопросто. Мне же надо потянуть время перед тем, как полицию вызвать еще наряд. Я вот этим и занимался. Ты как-то однобоко ситуацию разбираешь. Ты мне сказал, что ты их допрашивал. Ну, а что мне, стоять просто вот поставить лицом к стене и молчать, или что? Ты бы сказал, что это тоже на Нон-РП. Твои аргументы, типа, а что мне еще делать, а что мне еще делать? Мои аргументы рассыпаются насчет того, что ты говоришь про перебивания всякие. А тебе я выдаю 1.38 за перебивание меня. Ты что, ебнулся? 1.38 плюс 3 часа бана. Ты ебнулся, нет? Нет. В чем, блядь, твоя проблема? Ты не можешь дать сказать? Ты не представляешь меня переводить даже после предупреждения? Ты ебнулся, я тебя спрашиваю. Ребят, я придумал новое слово. Это просто, блядь, мега кончик какой-то, а не администратор. Он мне говорит, теперь рассказывай ты. Начинаю рассказывать, он перебивает меня сам. Я пытаюсь дальше дорассказать. Он говорит, я тебе выдаю наказание за то, что ты меня перебиваешь. Что это за хуйня? Куда я попал, блядь? Я могу хоть что-то сказать? Слушай, после таких слов я не могу тебе не дать 1.38. Ну, молодец. Тебе просто нужно кого-то забанить, вот ты себя типа цель нашел. Ты просто не даешь мне ничего сказать и сыпешь тем, что я тебя перебиваю. Да, слушай, речь спокойно. Веди себя адекватно, уважай каждого человека на жалобе. А, он, в смысле, ты кому говоришь? Тебе. Так, я-то сижу слушая всю жалобу, мне не дают ни слова, ты понимаешь? Ну, вот, пауза гробовая. Почему ты сейчас не говоришь? Пауза гробовая, потому что он, наверное, наказание какое-то выписывает. Я шо, ебу, что он делает? Я ему объясняю то, что я хочу затянуть время, когда людей... Давай без таких поражений, пожалуйста, объясни ситуацию. Окей. И тебе такую тишину обеспечили. Так, ну, получается... А что тебе смешно? Ты, чела, всю жалобу, всю жалобу, на протяжении всей жалобы ты затыкаешь, а тут вдруг решил послушать. Шон, ну? Нет, там просто чел удивился, что его летик забрал. Ну да, это вот, ну да, это повод посмеяться на жалобе, на которые ты чела просто откровенно за человека не считаешь и не считаешься с его мнением. Еще раз говорю, я пытался время хоть как-то оттянуть, потому что челики готовятся сделать свержение мэра. Можно я скажу, и ты не будешь меня перебивать? Если ты ставишь человека лицом к стене, он стоит лицом к стене, у тебя под оружием, ты можешь спокойно вызвать полицию, можешь вызвать наряд. Они не имеют права туда двигаться, потому что они под стволом. Ты не должен был проводить допрос, который не можешь проводить. Какой я допрос провел? Вот, хорошо, давай. Что было такого похожего на допрос? То, что ты сказал, то, что начал их допрашивать. Ты сам это тебе сказал? И ты это за допрос читаешь? Я спросил, что за свержение мэра, о котором вы говорили. Вот это допрос, по-твоему? Охуеть. Мне бы в полицию пойти работать, в госаппарат тогда в жизни с такими допросами. Попросил меня не перебивать. Было понятно, что ты сказал, и я начал их допрашивать. Сейчас ты что-то очень сильно переобуваешься. Но ты допросом считаешь обычный вопрос, который я задал всего лишь один, челикам, которые хотят свергнуть мэра. Серьезно, нет? Я считаю допросом то, что ты признаешь допросом, если ты в начале жалобы не... Ну, я это, грубо говоря, для себя так называю. Ты решил это просто взять как удобный инструмент для манипуляции правилом, то, что допрос запрещен. Поздравляю. Вместо того, чтобы сказать, что это нихуя не допрос, ты просто подошел, задал им вопрос, а не начал допрашивать. Ты начинаешь мне сыпать о том, что вот, ты не можешь допросы проводить. Какой там нахуй был допрос? Слушай, ну, у тебя и так 1.38. За что? Ты можешь хоть, ну, не знаю, 2 минуты не перебивать, ты меня опять перебиваешь. Тогда я перебил. Ты чё, ёбнулся? Я пытаюсь говорить, ты меня сейчас перебиваешь, в данную секунду. Можешь быть поадекватнее, ну, пожалуйста. Бля, да ты сам неадекватный, ты мне сидишь, что перечитываешь несколько правил, которые я якобы нарушил. Ты, ну, просто на отъебись это делаешь сейчас. Я просто по кайфу, у нас такая там, одно, но на РП2, потом перебивание, ещё какую-нибудь хуйню. Это что за... Это лицо сервера? Ты наборный? Ты наборный? Да, наборный. А какое ты тогда нахуй лицо сервера по правилу 1.0? Какое ты нахуй лицо сервера? Несправедливое? Ты отражаешь несправедливость сервака, когда ты разбираешь ситуацию? Нет, я разбираю согласно правилам. Да, ты согласно правилам разбираешь так, чтобы у челика нарушений больше выдавить. Глядя на тебя, глядя на тебя, как раз таки правило 1.0 отражается на серваке в общем, раз ты лицо сервака. Пол сервера людей дрочат друг друга на жалобах, чтобы выбить больше нарушений. И мне для этого не нужно бегать вот далеко за примером каким-то. Вот в этом ты, да, лицо сервера. И у тебя как раз уже нарушение от мин.1.0. Поздравляю, блядь, лицо сервера. Ты сейчас меня затыкал в самом начале на жалобе, угрозами нарушения какого-то сыпал. Какого хуя? Ты мне не даешь ничего сказать. Согласно правилу админ 1.3 у тебя унижение достоинства игрока. Ты позвал человека на жалобу, сам попросил, типа, что я тебя заберу на жалобу. И ты мне рассказываешь про то, что вот, сейчас подожди, отвечай на мой вопрос, не перебивай меня. И я на жалобе пытаюсь сказать, что вот так-то и так-то было. А ты на это забил хуй. Тебе не кажется, это то, что ты, как лицо сервера еще, умудряешься унижать достоинства игрока, на которого подали жалобу? Мне кажется, админ должен разбирать жалобу так, чтобы удобно было обоим участникам. И тому, кто подал, и тому, на кого подали ЖБ. Скрипка-то, че дело? Да ничего, у вас ебанько на админе. Да ты все, давай включи нормальный голос. А смысл, смысл, мне включат нормальный голос. Ты сейчас я же записываешь. Единственный вопрос, который возникает, когда вот тут сейчас у тебя админа в говно лицом макают. Во правило, уже нарушил. Ты просто не трепил раз 15 за жалобу. Бля, потому что ты мне не даешь ни хуя сказать, затыкаешь меня, перебиваешь и говоришь то, что у меня будет нарушение какое-то. Ты мне просто ничего не даешь сказать нормально. Мне типа сидеть, эту хуйню хавать или что по-твоему? Кстати, ты на жалобе несколько раз не угрожал наказанием в виде бана. Прикольно. В исключениях твоей привилегии нету. 1.16 АДМ. Все, ты закончил говорить, я надеюсь. Нет, я просто вот с удовольствием листаю список правил администрации и вот нахожу пункт за пунктом, который ты нарушил. Все почти твои тезисы о перебиваниях были только в том ключе, когда я просто даже прожимал микрофон. Не стоило один раз даже нажать микрофон, ты уже начал говорить про перебивания. Ты просто спамил этой хуйней на протяжении всего начала жалобы. Естественно, там ты будешь высчитывать то, что я типа тебя перебил. Ты что, серьезно, дальше хочешь эту хуйню разбирать? Каждый раз, когда я тебя перебиваю, когда ты меня перебивал, я слушал. Ты просто нацелен всю жалобу был на то, чтобы с меня какое-нибудь нарушение выбить. Там перебивание, нон-рп и так далее. Ты мне сказал с самого начала, там ответь на один вопрос, а потом будем решать, нужна ли нам полная версия ситуации. Это нормальный разбор жалобы, по-твоему? Мне кажется, жалоба как раз должна проходить и начинаться с того, что люди полностью ситуацию рассказывают с обеих сторон, а не просто сыпать наводящими вопросами в самом начале. Пробегаю сюда, меня ставит он с друзьями, пару вопросов там мне задают. Ну, блядь, чё, грубо говоря, тоже допрос. Типа, ты меня хотел там в тюрьму посадить за свержением эра? Формально он тоже допрос с друзьями проводил, но он же не ФБРовец, он же бандитом был, главой мафии. Охуенно, ну чё ты ему тогда ничего не скажешь? Ах да, ты же не дослушал нормально, ты же меня, блядь, всю жалобу сыпал угрозами касаемо неадекватного поведения, вот о перебивании. Молодец, супер. Админ охуенно, спешил админ. Дальше... Ты мне что сказать? Я тебе не дам сейчас нихуя сказать, ты говорил всю жалобу и топил меня, блядь. А я себе дам, а я себе дам. Ты уже повторяешься 15 раз, я хочу тебе сказать... Отъебись, нахуй, я тебя не слушаю, отъебись, блядь, я говорю с адекватным админом в отличие от тебя. Я... Отхуя, головка, не разговаривай нахуй со мной. Так вот, я чё говорю? Тут пиздец интересно, ты очень много пропускаешь. Можно я на своей жалобе слова получу? Да нихуя ты сказал достаточно в начале жалобы, когда меня пытался душить, блядь. Не-не-не-не, не достаточно, мне недостаточно. На моей жалобе слов... Я просто не могу, уже 28 минут, мы можем уже разобраться. ВФК встань, вФК встань. Манник поставь, вФК фарми, блядь. Ну, типа, если меня хотят подушить, блядь, чё, я не могу таким же заниматься? Ну, а теперь куратор всё-таки вник. ВСУТЬ, это СЖБ, и решил разобраться в ситуации, и пошёл со мной в Дискорд смотреть мою жалобу. Я думаю, никто из вас не обидится, если я не вставлю весь разговор в Дискорде с администратором, и то, как я ему показываю моменты, которые вы и так можете посмотреть в самом ролике. Я просто покажу итоги. Да, я просто... так, хорошо, соответственно. То, что сказал мой набор администратор, у него вердикт был вынесен правдой. То есть у него нарушение со стороны того, что он выдает неправильный вердикт. Нету. А вот со стороны, как он вёл себя на жалобе, игнорировал нарушения, которые были видны, угрожал и всё так далее. Соответственно, он за это нарушение получит, будет отрабатывать довольно долго. Всё? Это АДМ-1-0 и АДМ-1-16? АДМ-1-13, АДМ-1-11 ещё. Нифига себе. Да, такие дела. То есть это несколько... четыре или пять пунктов он вышел? Да. И что ему из-за этого выходит? Там сколько? А... Когда все переды у него три переда, а три переда у нас автоматический варм, он получает за всё это варм, два варма, два варма получает. А для снятия набора администратора три варма. То есть у него до снятия останется один варм. Прикольно получилось. У меня там что в итоге из нарушений? Три часа это 1.38, конечно, соответственно, перебивания были. Администратор это пресёк. И 1-1-2, то есть 3 часа 20 минут бана. А администратор у нас получает 2 в 1. А следовательно, игрок, который подавал жалобу, у него 1-1 за месть. Ну, окей. Ой, ты чё, ты чё? Я бы просто не верстался, и вы мне так давно. Вы чё, реально думали, что ролик закончится только на том, что я наказал какого-то мега конченого админа и уйду? Не, ребят, не сегодня. У нас ещё 10 минут экранного времени, в который мы постараемся уложиться. Погнали. Жалоба на великий пупс. Ну, рецидив, я это всё расскажу, когда он будет тут. Ну-ка, давай-ка, излагай. Получается, я вчера играл на серваке, не смог я ему выдать из-за того, что я не могу выдавать рецидив. Вот, и админов, подходящих под критерий, не было. Вот, дело было так. Я его за полицейского арест, ему не понравилось это, разобрали жалобу на это. Фриареста не выявил никто. Потом, через буквально минуту, на меня снова приходит от него жалоба. Уже по поводу микрофона. Далее. Ну, жалоба тоже закончилась следующим образом, что никакого нарушения не было. И после этого, что начинается? Ну, вот смотри, он же был за бандита до этих... Затем он берёт наёмника и начинает меня убивать по заказам. По одного только меня. Типа, понятно, из мести и всё такое, наверное. Нет, вот честно, я тебе скажу, заказы на тебя были, как бы, здесь я не причастен. Убивал, как бы, да, только тебя, потому что находил тебя, вот честно тебе говорю. И насчёт вчерашнего, да, извиняюсь, насчёт пинга, как бы, ну, ты был пранк, ну, прав насчёт пинга. Потому что я пинговал, я бы зря подал вторую, сориан, за отнятое время. Здесь я не вижу, чё, где рецидив. А, так, прикол-то в том, что, смотри, по факту, да, это всё является каждое убийство по заказу вот этой местью, за то, что я тебя посадил, за то, что я не получил наказание за вот это вот якобы нарушение, по-твоему, фри ареста. И, получается, каждый килл был на меня оформлен, и каждый килл был как раз-таки оформлен, сделан тобой. Ну, это же не является наказанием. Я сделал заказ, всё, моё дело так-то... Ну, смотри, там просто нюанс такой есть, то, что, каково, 1.1.8, грубо говоря, ты мне мстишь, уже начиная даже новую жизнь. И делаешь ты это четыре раза, и четыре раза у тебя 1.1.8, и НЛР есть. Вот, прикол такой. И того у тебя опять нарушили. Ну, смотри, дружище, если бы, как бы, чё там, какой, про 1.8, ты говоришь, если бы я тебя, типа, там начал как-то мстить, я бы, наверное, продолжил, типа, ну, если бы это так было, по твоим словам. Как бы, я бы, наверное, на тебя опять демки собирал там и так далее, как бы, ну, живые кидал, ну, как бы, это не очень логично. Но ты-то решил, как раз-таки не доводить до рецидива, четыре кила сделать по заказу. Ну, от своих друзей, конечно, ты их просил, скорее всего. Ну, смотри. Ты же говоришь, рандомные люди заказывали, я думаю, то, что друзья заказывали, вот один в бан уже. Ну, смотри, тут как бы то ни было, если бы это заказать, действительно, да, то фрикела как такового нету, собственно. Так же, как и на НРП, вот по бакпункту, который ты говорила, один в один, по всем за место. А, смотри, прикол такой, что он звонит другу, своему знакомому, и говорит, чтобы вот конкретно меня заказывал. Вот ему говорят то, что вот он в админпрофе, он говорит, все равно заказывай. Ну, типа, он сам хочет там сделать какую-то, типа, причину для заказа. Заказ же он для чего? Не для того, чтобы просто кого-то бахнуть. Вот, вы же на РП серваке играете. А заказ, он сделан именно для того, чтобы человеку, который заказал, помочь устранить там его недруга, какого-то конкурента. А у чела, грубо говоря, новая жизнь началась, он играет за киллера, который не имеет отношения ко всем этим конфликтам, но он сам просит, чтобы заказывали одного и того же человека из раза в раз. Так было раза четыре точно. Ну, только новый человек и... Звонил кому-то, просил тебя заказать. А есть, это может быть два транса, какая-то больше. Просто сам пойми, я на самом деле не могу поверить. Я пока предполагаю, может быть, он честно ответит. Ну, смотри, значит... Он просто утверждал, что рандомные люди, типа, серьезно, рандомные люди четыре раза одного и того же человека заказывают. Не, не, дружище, я тебе честно говорю, как бы, такого, типа, ну, как бы, не было. Потому что, ну, смысла нет. Как бы, ну, всех плохих людей, которые, знаешь, типа, вот сейчас Челик откинул на семь часов, он меня пытался задушить. Ребята помогли мне. Я вот его записал, типа, в список своего клана. Ладно, пойдем в Дискорд, я тебе покажу, как он тебе сейчас пытается напиздеть. Он там звонил человеку, говорил, чтобы меня конкретно за... Заебал я уже эту хуйню слушать. Ну, уйди. Вот, смотри, меня убил кто-то. Не буду сейчас утверждать, кто это, он или не он, но заказа нету на меня. Это первое. Убили с СВДшки, сейчас почекаем с тобой. А, вот, Великий Пупс killed OG Будка с Драгунова. А, он играет за киллера, вот здесь уже видно, сейчас будет. А, нет, не вышло, погоди. А, он за администратора. Все равно заказывай, закажи его. Это первое, потом дальше, вот он чуть пробегается. Все равно закажи его. И дальше идет прикол такой, то, что, ну вот, чтобы не быть голословным. Ну, типа, интересно выходит, да, то, что один и тот же киллер на одного и того же человека постоянно выполняет заказы. Причем с какой периодичность. Вот, выполнил, ну, вот выполнил 8.27, потом буквально там через 5 минут еще заказ, через минуту еще заказ. И потом, вот смотри, и потом, подожди, вот через, и через минут 10, там, может быть, 8 еще один заказ. Вот. Так, ну что, учитывая его номер P в моих четыре. Да, я это, типа, расцениваю, то, что он мне мстит 4 раза. Вот, заказы 4 раза, потом фрекил, потом НЛР, потому что он, у него другая жизнь, профессия началась. Он помнит, что вот его там кто-то посадил за бандита, это НЛР. И отсюда выходит рецидив. Еще плюс он пытался тебя обмануть. Да, 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 да. Вот. Это если даже уже не говорить о том, что он вчера меня слить пытался из-за того, что я ему овнирку не продал. И попустил его на двух жалобах. Я понял тебя. Ну что, обиженный? Мы демку посмотрели. Ну что, бань, наверное? Ну, да, наверное, бань. Мы тебе с подарком запоздали на 3 дня на день рождения. Сейчас вот буду давать. Ну, на день рождения мы подарок тебе забыли дать тогда дня 3 назад. Вот сейчас вот успеваем принести, считай. Откуда ты знаешь про мой день рождения? А тебя это вообще волновать не должно. Скрипач, это ты что? Почему только скрипач может знать о твоем дне рождения? Охуеть. Ну, как бы я ему вчера, мы с ним вчера разговаривали насчет этой темы. Больше мы тем не заводили никто. Со скрипкой, что ли? Че? Со скрипкой разговаривали? Со скрипачом, да. А че, какой ник у него? Вчера. Скрипач. А, это ты чай? Да нет, я вон мэнспрейдинг. Че, по откупу? Нет, не будет откупа. Да какой тебе нахо откуп у тебя рецидив? Ты ж там че-то душить пытался, но я че-то вот за дня 2 никакой хватки, правда, не ощутил. Вот, серьезно. Какие нарушения вообще там, вообще, все, если... Нонерп 4 штуки. НЛР, фрекил, рецидив и обман. Потом че-то на жалобе там про комплексы мои какие-то говорил, а у тебя у самого комплексов нету? Да, нет вроде. А ты ж вроде бы вчера в роли ущемленного был, то, что тебе было неприятно со мной разговаривать и заводить с мода. Да, было неприятно. Ну да, плюсом ты еще ущемился, что я тебе не захотел овнерку продавать, и ты еще надавила на то, что ты захотел меня слить. Нет, здесь я не ущемлился, здесь... Ты ущемился, пиздец, это по твоей реакции было видно. Ты еще пытался дурачка строить на жалобе, когда я тебе ответил что-то, но ты просто начал делать вид, что ты ни хера не понимаешь. Ты же этим самым и затягивал жалобу. Нет, я серьезно не понимал, потому что... Господи, ну зачем ты сейчас-то здесь, вот смысл... Убедился. Смысл сейчас, вот... Да я тебе правду говорю, сейчас. Да что, ну сейчас ты, наверное, какую-то там правду для себя говоришь. А вчера бывает. Ну, почему тогда ты меня запанил сразу за мои нарушения? Почему ты сидел, копил мои нарушения... Ну вот я захотел тебя слить так же, как вчера хотел это сделать, ты просто мне испортить игру. Вот сегодня я тебе испорчу сам ее. Все, вы закончили дискуссию. С днем рождения! Субтитры сделал DimaTorzok